Всем привет! Я много раз садился писать этот сценарий, но каждый раз не получалось найти достаточного количества информации, да и вообще нужных слов. Если это видео вышло, значит у меня таки получилось, очевидно. В этом видео я расскажу о Никто. Никто есть во вселенной SCP как отдельный персонаж и как связанная с ним организация, но понять его можно только если начать рассказ о нем из мест за пределами сайта SCP. В общем ситуация такая же как и с процедурой Монтаук, о чем уже было видео. Поэтому в этом видео будет рассказ о Никто и как о части лоры SCP и как о штуке из интернет культуры. Довольно сильные штуки такой как по мне. Да, настало время погружения в глубокие интернеты. И хотя на этот раз это не нечто страшное или сомнительное с этической точки зрения, а напротив маленький такой луч света в жизни анонимуса, вместе с этим будет и немаленькая доля чистого и незамутненного интернет безумия, потому как обычно шапочка из фольги и вперед. Никто зародился в англоязычном интернете, обрел свою основную текстовую плоть там же, где и впервые появилась статуя SCP-173, то есть на анонимном сайте 4chan, во все том же разделе X. Том самом, где обсуждают безумные теории, магию, мировое правительство. Вот даже чувак рассказывает, как он работая в магазине на заправке раскрыл тайный заговор покупателей орешков. Ведь сколько тайн могут скрывать люди, покупающие орешки? В чем суть выбора тех или иных орешков? Какие тайные знаки подают члены этого культа? Настоящий конспиролог везде найдет тайну, как говорит народная мудрость. Так вот, никто живет в основном в этом злачном уголке интернета и продолжает свое существование по сей день. Новые треды с обсуждением никого появляются по нескольку штук ежедневно, добавляя все больше деталей, мыслей и образов. Никто живет и развивается, и кто знает, куда все это приведет. Появиться никто мог только там, я имею ввиду англоязычный интернет, а не на каком-то конкретном сайте. Потому что он есть порождение довольно специфической игры слов. Если, например, сказать фразу «Никто меня не понимает» на английском, это будет «Nobody understands me». «Никто мне не поможет», «Nobody will help me», «Никто не придет», «Nobody will come». Однако, если всего лишь читать «Nobody», то есть «Никто как имя», то смысл этих фраз резко изменится. Точно так же написанные на английском фразы сразу поменяют свой смысл на «Меня понимает никто», «Никто поможет», «Мне никто придет». Отрицание наличия личности само становится личностью, да еще и какой. Таким нехитрым образом «Никто» приходит в самое сложное время к анонимусу, когда вокруг нет никого или есть «Никто», и восстанавливает утраченный жизненный баланс, помогая встать и идти. Наверное, поэтому треды с «Никто» так популярны. Впервые никто был замечен в 2010 году, и вы не поверите, но я нашел самое первое сообщение про него. Оно появилось на каком-то маленьком форуме, где люди обсуждают иллюминатов, пришельцев, снежных людей, штурм зоны 51 и прочие подобные важные вещи. Загадочный автор под ником 13, просто 13, говорит о том, что случилось то, чего даже иллюминаты не предвидели. Пришла дикая карта. Сущность из великого ничего, которая, придя к нам, остается никем и ничем, но одновременно будет всем. Она сделала самим иллюминатам предложение, от которого они не смогли отказаться. И теперь, несмотря на козни тайного правительства, в мире будет баланс, потому что суть никого в балансе. Он отложил все катаклизмы и масштабные беды на неопределенно долгое время, возможно, что и навсегда, ведь вечность – это всего лишь один миг для него. В заключении загадочный автор сообщения пишет, что он как птица на ветке, смотрящая навстречу иллюминатов, и знает, о чем говорит. Обсуждение этого поста настолько заинтересовало людей, что набрало 2607 страниц и длилось 4 года. 4 долгих года люди со всего мира силились приблизиться к разгадке гостей из ничего. Теории про пришельцев, всякие астралы, тайные правительства, телепатический контроль населения – все это было обсуждено в связи с никто. И самое забавное, что они все это обсуждают на вполне серьезных щах. Да еще и автор иногда подливает масло, подтверждая или опровергая разные теории. В итоге, конечно же, это явление нашло свое отражение в мире SCP. В SCP идея никто также крайне размыта. Фонд рассматривает его не как организацию или личность, а чуть ли не как силу природы аномального характера. Напрямую он напоминается всего в двух объектах – SCP-1880 и SCP-4427. Также его аватарм считается SCP-600, хотя в самом объекте указания на этом нет, но об этом потом. Казалось бы, странно, зачем тогда делать целое видео про него? И дело тут в том, что никто упоминается в огромном количестве рассказов. Про него есть отдельный канон-хаб с небольшой историей, в которой показывается, что сущность, известная как никто, время от времени материализуется в мире SCP в виде человека в сером пальто и плаще, делает какие-то одному ему понятные вещи и бесследно пропадает. Как и говорилось в исходной конспирологии, никто – это дикая карта, которая способна спутать любые идеальные планы или, напротив, спасти любую безысходную ситуацию. А еще, конечно, никто дает возможность авторам закрывать любые сюжетные дыры, буквально любого размера, но не будем об этом. Фонд SCP знает про него крайне мало, потому что сам никто решил не раскрывать себя фонду и не давать свое пустутное благословление этой организации. Цели никто неизвестны и не ясны, а вмешательство никто настолько непредсказуемо, что у некоторых сотрудников фонда появилась вредная привычка списывать все свои неудачи на его действия. Ведь никто может как подбросить сотрудникам фонда правильное решение очередной головоломки, так и устроить крупные нарушения условий содержания на ровном месте. Кому-то никто помогает, кому-то ломает жизнь, кого-то спасает, кого-то убивает, и внутри мира SCP этому нет никакого объяснения. Так что, для того, чтобы понять никто, нам нужно снова вернуться к той самой забавной интернет-конспирологии, с которой все начиналось. Дело в том, что никто является порождением вечной пустоты, но также он и является истинно нейтральным персонажем, но не бездеятельным. Напротив, он покинул свой пустотный дом не просто так, а для того, чтобы быть хранителем нейтралитета, истинного нейтралитета. Самой сути баланса в мире, и все его действия направлены на то, чтобы все существовало в гармоничном взаимодействии. Так что никто — это не просто генератор роялей в кустах, а вполне себе продуманная сущность. Однако фонд смог ухватить его лишь за край его серого плаща, в виде SCP-600. SCP-600 — тот никто, которого содержит фонд. Это лишь ничтожно малая часть никто истинного. В рассказе из хаба никто говорится, что тот никто, что SCP-600 — это изначально просто очередное изделие доктора Развлечудова. Еще один маленький господин, суть которого в том, что этот человек без личности и своих мыслей — идеальная игрушка для определенного рода людей. Однако как-то раз его посетил настоящий никто. Тот мужчина в сером плаще, который приходит из пустоты и уходит в нее же. Истинный никто проявил редкую для себя вещь — сочувствие. После чего у никто от доктора Развлечудова начали появляться настоящие, свои мысли. А может, и не свои. Ведь на содержании фонда SCP-600 уже явно стал частью того явления, которое представляет собой истинный никто. Хотя, как знать, возможно, настоящий никто посеял в разуме SCP-600 частичку себя. А тот стал как бы самостоятельной сущностью. Так или иначе, Болванчик Развлечудова получил то, чего был лишен по изначальной своей задумке, то есть личность. Некоторые из тех, кого посещает никто, получают многое. Еще один такой пример — это Эрик. Именно тот, что сделал SCP-066 — игрушку Эрика. Сам Эрик как-то раз попал на представление SCP-701 пьесы о повешенном короле, после чего оказался в больнице. Он был изранен физически и психологически. Но в отличие от всех остальных зрителей, он спасся, потому что в самый страшный момент его навестил никто, благодаря визиту которого Эрик не только выжил, но и быстро поправился, а позже стал одним из тех, кто создает невозможное сам. В этих историях, да и вообще в SCP, Никто чаще всего предстает как мужчина в сером пальто и шляпе, закрывающее лицо, который появляется внезапно, практически из ниоткуда. Решительно совершает какие-то одному ему понятные действия, а затем также пропадает. Исчезает бесследно, стоит кому-то на секунду потерять его из виду. В ежедневных же тредах про Никто на Фотчане, его образ куда разнообразнее. Понимание Никто варьируется от утверждения о том, что это просто такой архетип, и любой может быть Никто, до его представления в виде божества, а то и проекции Абсолюта в наш мир. Так или иначе, история Никто на сегодня находится где-то посередине своего пути, и кажется, что мы что-то еще о нем точно услышим. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok